Я хочу представить еще одного эксперта, который также сегодня выступит. Это учитель-евангелист, автор книг «Что делать? Когда делать? Как делать?» Кому интересно найти ответы на эти вопросы? Покупайте книгу человека, которого я сейчас представлю. Также книги по деторождению и аборту, мотив фараона. Он также является, что самое главное в сегодняшней теме, отцом шестерых детей. Разрешите представить Ростислав Шкиндер. Пожалуйста, занимайте место провидных экспертов на сегодняшнем форуме и в Украине. Марина Сила, семейный детский психолог. Я себе время выставлю, потому что уже отвлекусь, увлекусь. Добрый день. Я буду говорить как семейный психолог, как то, с чем я сталкиваюсь, когда ко мне приходят родители говорить о детях. Они приводят ко мне ребенка 5, 6, 12 лет, и запрос один и тот же. Сделайте что-нибудь, нажмите, ну, где у него кнопка, как у Ури. И кнопка, она на самом деле у ребенка есть, и это ваша любовь. Это ваше, как любить, кормить и никогда не бросать. На самом деле не никогда не бросать, а вовремя отпустить. То есть это, опять же, про задачу родителей. Любить это сохраняется на всю жизнь. Кормить это у нас вот там, ну, желательно до 18, а дальше уже отпускать все-таки ребенка. Или если учиться, то помогать. И еще остается у нас вовремя отпустить. И вот с этим большая проблема. Это то, с чем я сталкиваюсь. И опять же, родители считают, что воздействие на ребенка возможно только при помощи слов, каких-то поведенческих моментов, это правда есть. Но приводя ребенка ко мне, они попадают в семейную... Ну, то есть я беру их полностью в терапию, в семейную систему. Потому что работая с одним ребенком, результата не будет на самом деле. Поэтому первое, что я бы хотела все-таки сказать еще раз по вопросу детей, посмотрите на себя, насколько вы счастливы, насколько вам хорошо, насколько вы довольны. Вот это все будет транслироваться вами, вашему ребенку. Если вы недовлетворены, если у вас нет цели, если у вас нет видения, если у вас нет чего-либо, чтобы вы хотели, чем обладал бы вас ребенок, у ребенка этого не будет. Как бы вы ему не рассказывали, не внушали, не вводили программы какие-то в садиках, если вдруг где примут, это не будет иметь никакого эффекта. Собственно, я возвращаю вам вашу ответственность. И по этапам. Значит, первый этап, который очень важен в жизни ребенка, первые шесть лет жизни, собственно, как было указано на картинке, в это время ребенок нуждается в вашей полностью поддержке, защите, любви. И в этом возрасте у ребенка формируется опора и базисное доверие вообще к миру. То есть если ребенок сможет доверять вам, если ребенок в этом возрасте не будет, скажем, получать от вас какие-либо наказания, но не заслуженное наказание, ваши упреки, если он будет получать от вас поддержку в этом возрасте, он научится доверять миру, он не будет прятаться, он не будет защищаться как-то чрезмерно. У него будет достаточно сил, воли, инициативы, это не будет подавлено для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы после шести лет, там, в шесть-семь, у детей вот формируется очень важно, социальные контакты становятся не только родители, а появляются другие люди рядом, которые тоже имеют влияние, но имея базовое доверие к вам, имея вашу поддержку, вашу любовь, любовь, он будет выбирать вас, он будет выбирать вашу точку зрения, он будет выбирать ваши цели, и двигаться, ну, вот так, как, в принципе, вам бы хотелось, да, сделать ребенком счастливым. В семь лет ребенок попадает в школу, у детей появляются другие какие-то интересы, и тут вот третий этап — вовремя отпустить. То есть вопрос границ. Когда их сдвигать, когда их двигать? Я обозначаю, что, в принципе, это такие ключевые моменты, вы можете по ним потом вопросы задавать. Вопрос границ. Если в три года мы ребенку рассказываем, что делать, мы ему говорим, что делать, он может покапризничать, он может поскандалить, но родитель, в принципе, отвечает, родитель знает, как нужно, и ребенок соглашается. А то в возрасте семи лет вы уже начинаете по чуть-чуть, по чуть-чуть учить ребенка самостоятельности, чуть-чуть его отпускать, но помогать и поддерживать, не обвиняя. Ну и так постепенно. Что еще? По поводу 18 лет этапа, по поводу 15 лет, кстати, гормональный скачок, дети в 12-15 лет — это вот мои любимые клиенты, потому что ребенок, с одной стороны, он перестает вам верить, но это не то, чтобы верить, ему хочется найти свое, ему хочется встретиться с тем, кем он отделится от вас, и заметить, что вот у родителей есть своя какая-то история, а у меня есть своя, и мой путь, и мое движение, и вот это вот бурные протесты, несогласие с тем, что вы хотите для него. И тут вот важно, опять же, чтобы родитель понимал, ребенок не воюет с ним, у ребенка война с самим собой, и ребенок в данный момент формирует свое движение, а ты, как родитель, должен его поддерживать. А ты, как родитель, если ребенку плохо, ты ему помогаешь, ты направляешь, но ни в коем случае ты его не добиваешь в том состоянии, в котором он находится. Учитывать физиологию еще хорошо бы, в принципе, и учитывать какие-то... Вот, кстати, сегодня очень красиво было, когда собирались на вторую часть, то есть Виталий здесь стоит и говорит, приходите сюда, я вас жду очень сильно. Взрослые люди, казалось бы, а никто не слышит, и каждый занят общением. Это важно, да, внимание отвлечено. Если взрослым людям сложно сконцентрироваться, вспомнить о том, что, ой, время пришло, и вернуться, то есть нужно подойти, позвать. То, что ребенок, у которого в течение часа случилось три очень важных события, которые вот для него там... Тут у него машинка, тут у него еще что-то. Ну, как-то это... Надо смотреть на это тоже. То есть когда родители устанавливают границы очень жестко, когда родители требуют выполнения беспрекословного подчинения, вы ломаете своего ребенка в этот момент. Придете потом ко мне, будем восстанавливать. Но желательно, конечно... Деньги мне будут платить. Я же... Да, чтобы восстановить, тогда придется платить, и платить дорого, потому что лучше все-таки как-то на себя посмотреть и заметить того, кто рядом с тобой. Ребенок, который вам дан, это не ваша собственность. Вот это вот ключевое, наверное, чего мне хотелось бы. Спасибо. Передача, которую вы сейчас смотрите, создана ассоциацией Эммануил. Для вас куглосуточно работает бесплатная линия доверия. Чтобы узнать больше о теме телепередачи, свяжитесь с нами по контактам, которые вы видите на экране. Вы получите бесплатную консультацию, духовную поддержку, помощь в кризисной ситуации. Также вы бесплатно получите брошюру, если свяжетесь с нами любым удобным для вас способом. Больше информации о телепередаче вы найдете на сайте emmanuel.tv Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok